здравствуйте друзья доброе утро среда среда сегодня и вот хотел рассказать об одном разговоре который был у меня несколько дней назад человек работает айти менеджером в украине где-то не не уверен где молодой парень принципе у лет 28 и но он не программист но он так он говорит что мог бы там на уровне на уровне джуниора что-нибудь такое там может быть на там на джаве или там на чем-то таком но 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 не программист хотя может быть когда-то был там я не знаю у них такая история что брат жены молодой парень выиграл в лотерею и вот собирается скоро приехать уже вроде даже визу получил а соответственно ну брат жены значит соответственно жена и он тоже они думают может и нам тогда но если брат жены у них есть туристическая виза у обоих к счастью вот и они думают значит но уже ехать так ехать уже говорят они шаш теперь брат она совсем а мы что-то чего мы тогда тоже на совсем поедем а виз туристическая соответственно возникает вопрос легализации вопрос легализации у него в сознании имеет как бы две ветки первая ветка такая прямолинейная очевидно поехать час за противником там одновременно почему-то им хочется вместе но не важно по турвизе и подать на политику и в общем вот и и все вот такой простой путь раз турвиза есть другой путь и вот собственно он хотел посоветоваться другой путь он говорит ну все таки я же айтишник тоже я же айтишник и вот я думаю может мне как-то через айти и тут дальше начинается я говорю ну понимаешь говорю айти менеджеров обычно не везут вот так вот компании там и не нанимают вот так на h1b обычно это люди которые какую-то такую прямолинейную работу выполняют кодировку да вот программист хороший программист вообще отличный программист вот они востребованы они они так чтобы менеджер вот я могу джонером я бы ну джонером то чё же кто же тебя возьмет а плюс там начинается лотерея вот это вот внутренняя да там для тех на кого подали на h1b ну я бы конечно ты можешь пойти такую компанию вот как которая своих сотрудников перевозит и он понимает все мы на самом деле говорим об одних и тех же вещах с общим пониманием этих вещей но вот просто вопрос каким путем пойти и вот фактически сводится задача к следующему как мы математически упрощаем формировку и задача такая что лучше вот прямо сейчас по политике или поработав там в правильном направлении три четыре там пять лет как-то вот так профессионально да так через вот вот эти все дела и профессионально но сомнений в том что ехать или не ехать у них нет то есть они они да хотят уехать то есть это как бы вопрос даже не обсуждается видимо то что брат выиграл и едет это может быть как-то дополнительный такой стимул я вот сюда вы может быть не на улицу давайте на улицу переключусь а то так солнышко светит я начинаю переживать что вам засвечивает изображение ведь как у нас тут хорошо солнечно но не жарко значит либо быстро да вот прям сейчас но через политику либо по профессиональной эмиграции но там где-нибудь через три-четыре а может не пять лет это же вилами на воде пиксона в общем и и пока мы с ним беседовали я так тоже думал так и сяк вот как-то у меня там это все мое понимание как-то вы кристаллизовалась так можем сказать я пришел вот к такому выводу который ему и собственно рассказал что я думаю вывод мой такой чисто чисто субъективно очень так персонально все не никаких обобщений делать не хочу но мое понимание такое что если речь идет об эмиграции то делать надо сегодня все что ты откладываешь там куда-то вот это непонятно что непонятно когда непонятно вообще будет ли или не будет и тогда уже делаешь дело и сейчас я очень-очень много людей знаете видел которые чудо откладывали и мне как-то это все было найти стрёмно и потом когда смотришь а почему же в итоге ничего не получилось а он все время откладывал и мы со светланой иногда вот едем там где-то в красивых местах там где-то вот так на машине и у нас под настроение мы можем чем вместе спеть мы с молодых лет поем как познакомились там ходили по москве песни пели так тихонечко и вот значит из мэри поппинс там песенка есть совершенно гениальная про дожди да там непогода называется там непогода нынче в моде и вот там есть совершенно убойные слова мы со светланой договорились что мы вообще отдельно вот про эти слова вот про это вот напишем сюжет какой-то совместный там на слова такие там не да идут дожди значит вот никуда-никуда нельзя укрыться нам никуда-никуда нельзя укрыться нам но откладывать жизнь никак нельзя значит первая часть да откладывать жизнь никак нельзя понимаете вот идет какой-то дождь идет какая-то непогода как какие-то обстоятельства да но знаешь что где там кто-то ищет тебя среди дождя вот вот эта фраза она она абсолютно и настолько сад точно соответствует вот нашему пониманию жизни здесь вот моему и светланина там тебя ждут там там твоя opportunities ты чего ты что ждать будешь всегда что-то такое произойдет всегда что-то будет что будет тебе мешать и я постоянно вспоминаю вот харлампи ванатолий арканча да гениального человека создателя борьбы самбо и он когда год он говорил что нам про чемпионство говорю про про то что вот когда ты выходишь и когда-то турнир какой-то отработать или там даже отдельный поединок то он говорит о том что практически никогда человек не бывает в идеальной форме в тот момент когда нужно побеждать всегда что-то меня мешает там потянул здесь там травма какая-то тут там я не знаю еще что-то с ним было не то и он ведь побеждать надо не тогда когда ты в идеальной форме побеждать надо тогда когда ты в любой форме вот какие бы ни были внешние обстоятельства ты идешь и побеждаешь и ты к этому себя готовить и ты на этот уровень себя настраивать поэтому вот вот возвращаясь все об одном и том же кто-то ищет тебя среди дождя понимаете дождь это вот то обстоятельство которое тебя когда нам где-то останавливает тормозит и так далее но что такое пять лет жизни что произойдет с человеком за пять лет жизни его там ждут какие-то вещи они его не дождутся он будет там где он сейчас есть и эти пять лет да он будет готовиться к будущей жизни не надо готовиться к будущей жизни надо жить ее сегодня сейчас надо жить то есть если человек живет просто живет и получают от жизни удовольствие или просто живет он в порядке но если он думает я эти пять лет жизни должен посвятить тому чтобы отсюда уехать не надо этого делать и езжай прямо сейчас езжай прямо сейчас пойдешь там джуниором тебя здесь возьмут будешь джуниором или там в крайнем случае там тестировать будешь для начала и так далее никаких проблем нет даже если ты полгода там пока английский подберешь я не знаю там где-нибудь поработаешь нас тут на на свалке на стройке там где в магазине на ущебазе и там где еще какие работы бывают так тоже ничего страшного не приятно не произойдет абсолютно вот посмотрите на меня что со мной случилось что я там несколько месяцев работал вышибалой в магазине там кожаных курток абсолютно ничего только английский улучшился и не дальше пошел вот уж действительно проблема вот и поэтому не знаю даже как сюжет назвать так надо будет что-то но с песней среди дождя это мы еще со светой отдельно а так вот откладывать нельзя ничего последнее дело откладывать откладывать под неизвестность понимаете под какие-то события которые могут произойти могут не произойти еще может все изменится а ты со своим планом там стоишь как дурень списанной торбой давайте можно можно не то что откладывать но можно расписывать по стадиям там спланировать что-то и тогда это нормально а у тебя есть какой-то план в этом плане есть какие-то там вещи и ты и самое главное что ты контролируешь ситуацию что будет через пять лет с профессиональной эмиграцией что будет через пять лет с эмиграционными законами что будет через пять лет с той страной где ты живешь с той работой где ты работаешь своими планами с твоей семьей детьми родственниками бог знает чем еще что на тебя влияет ты не контролируешь ничего строить планы можно только тогда когда ты контролируешь а когда ты не контролируешь на просто планы строишь да как там пословица гет расскажи господу о твоих планах да там чтобы я не помню дословно вот и чтобы она там над тобой посмеялся пройти он планирует понятно он контролирует там сверху а бы ты тут чего планируете вот поэтому такие вот соображения по дороге на работу счастливо друзья и шок шоб наши планы контролировались только нами и исполнялись как часы счастливо а